Всем привет! С вами Юлия Роджерс и Даниил Теггард. И сегодня мы будем пробовать очередную фигню, которую я накупила. А может быть и не фигню, вообще должно быть довольно-таки вкусно. Если вы помните, то в прошлом году мы снимали что-то подобное уже, пробовали японские сладости. Это видео называлось именно так. Если не помните, то пройдите по ссылочке в описании к этому видео и посмотрите прошлогоднее видео. Как много слова видео, но не важно. Почти год назад, кстати. Ну, практически, да. Год назад, там, чуть меньше, вот. И сегодня мы решили повторить прошлогодний опыт, так сказать. Но здесь уже с более вкусными вещами, на самом деле. Есть несколько сомнительных вещей, посмотрим. И если вы все еще не подписаны на мой канал, то обязательно это сделайте. И тыкните на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а мы, собственно говоря, начинаем. И, наверное, начнем мы чуть-чуть с маме ладок. У меня тут целый пакетик. Какие-то здесь есть супер-дупер кислые. Мне сказали, что прям вырви глаз. Ну, посмотрим, насколько они будут кислые. В прошлый раз мы тоже пробовали что-то кислое, типа кислое. Оно не такое кислое. Оно было с кокосом. Кислое. Я, кстати, вот расспрашивала с кокосом, но мне только рахат лукум с кокосом дали. Мы его попробуем. Да. Вот сказали, что эта штука должна быть, типа, кислая. ЛГБТ. Еее, ребята мы с вами. Ну, в смысле, мы не против. Мы за вас. Все хорошо. Ребята, мы не против. Живите радуете. Это видео забанят. Ну, что, кисло? Не так и кисло, на самом деле. Не так и кисло. Чувствуешь радугу? ЛГБТ не так и кисло. Но вкус непонятный. Радуга очень непонятная на вкус, если честно. Ну, и что-то ягодное, вроде чувствуется смородом. Да? Угу. Сморода. Обращайте внимание, мы просто последние два дня говорим, как умственно отсталые англичане. Оно неплохо, но не кислое, я хотела сказать. Тут мне кислота ударила в горло. В смысле, не кисло, сказала она. И вот это должно быть кислое. Сравним. Что кислее? Вот такие вот червячки, в общем, еще кислые. Ты думаешь, с каким вкусом? Не знаю. Они со вкусом синего и желтого. Вот, а я кислее. Ну да. Вот тут не обмальнули. Возможно, их надо сначала обсасывать. Возможно. Потом кусать, потому что внутри-то они сладкие, а поверхность вот крошенная она, кислота. Она отличная. Лимонная. Быстро пошел. Ну, нормально идем. Ну, нормально идем. Какая-то жвачка в виде сахарной ваты, которая с сахарной ватой превращается в жвачку. Как мне объяснил передавец, в общем. Это, типа, сколько надо сахарной ваты, чтобы... Не, я не знаю, но видишь, что-то изображено с сахарной ватой и жвачкой. Джабл-бам. В общем, вот это вот что-то японское. Наверное, здесь написано на японском, хотя не шарик. Жвачка в форме сахарной ваты с шипучкой. О, еще что-то с шипучкой. Клубника-виноград. Выглядит это вот так. Вы можете посмотреть. Как сахарная вата. А, реально с сахарной ватой просто. Или просто вата. Когда трогаешь, похоже просто на вату. У меня так волнует. Просто вата скомпристованная. А где жвачка? А где шипучка? У меня обещали, что тут написано шипучкой должно быть. А сдоль мне немножко. Ты слышала? Она взрывается у него в руках. А не во рту. А почему? Давай пополам. Разломи ее. Давай, и сожжем. И варим большой, да. Почему она взрывается в руках? Она сыплется. А, там что-то... Там, походу, вот эта шипучка, она... Она внутри? Избирай. Хорошо. У меня, походу, вся начинка была. У меня ничего. У меня взрывается. У меня взрывается. Блин, там, походу, внизу эта вся шипучка. Ну, вот странное, в общем, неравномерное распределение шипучки. Да, если много берешь, то консистенция становится похожа на жвачку. Да? Угу. Так странно, как будто жуешь сахарную вату жвачную. Я хотела показать на камеру. Изо рта. Я это ставлю. Оно упало на ножку. Ну да, это как жвачка. Я не додумался. Я хотел, типа, красиво так языком, но у меня не такой язык. Ну что, некрасиво. Ну, смотрите. Нас не обманули. Это реально было сначала как сахарная вата, потом стало жвачкой. Угу. Шипучка была, но мало и неравномерно. Вот, да, ничего не досталось. В этом проблема. У нас все внизу. Все неплохо. Вкус клубники, реально. Клубника, виноград. Виноград не чувствую, клубника, да. Ее можно есть вообще? Глотать? Ну да. Мне кажется, нет, это же жвачка. Она склеит тебе кишки. Да. И тебе придется вырезать. Все. Давай уберем ее. У меня во рту опасная штука. Тебе не говорили так в детстве, что, типа, не глотай жвачку? Я не помню, что нормально. Потому что тебе там все внутрах склеит. Я помню, что когда, типа, зернышко глотаешь, а у яблока это зернышко внутри, то у тебя дерево вырастет. Да, ты в каком-то из видео говорила, да? Да. В каком-то кукинге. Не пугайте так своих детей, если вы молодой родите, потому что... Вообще, в принципе, не пугайте детей. Пугайся немножко с травмой, в общем. Попробуем кокосовый рахат луку. Рахат луку. Это единственное, что было кокосовое. Это очень печально. Кокосный чердите свете. Оно будет очень сладкое, я полагаю, прям мега-сладкое. Ну, это сладкое, но не знаю, насколько мега. Выглядит дело вот так все это. Я бы не сказала, что это гиперсладкое. Ну, это не гиперсладкое. Это безвкусно довольно-таки. То есть от кокоса здесь только стружка сверху. А что вот это, я вообще не понимаю. По консистенции, как очень густое желе или мармелад, но не тянучий. Ну, как рахат лукум. Рахат лукума есть вкус какой-то хотя бы. А тут... Ну, может, я обычно ела вот как раз тесто. Ну, с орешками? Да, я только с орешками ела. Разумеется, там вкус есть. Разумеется. Это не отвратительно, это норм. Типа, это можно есть, но просто я ожидала большего вкуса именно кокоса, если честно. Нам надо было водой сопочтись. Сейчас я норью. Ты вся в стружке. Я вся в стружке. А я нет, ты вообще неаккуратная, походу. Ты сидишь вот так. Сейчас стружка туда когда-нибудь уходит. Да нифига, посмотри, вот у тебя вот. А это что за белые точки? Это ты набросала. Ты не доела свою ЛГБТ-пластинку? Нет, застала. Ты имеешь что-то против? Нет, я растягиваю на домашние. Еще она очень липнет к зубам. Такое у себя. Еще зубы начни тут чистить. Можем разбавить все это сладко, потому что дальше там тоже будет как бы сладкое. Ну, предполагается, что это будет сладкое. А чем-то не сладким, это единственное не сладкое, что я взяла на этот раз. Картошка фри? Ну, это типа чипсы в виде картошки фри, какие-то типа острые вроде как, обещалось. А с чем они, за счет чего они острые? Откуда я знаю, ты тут что-то понимаешь? Я не понимать. Все по-японски. Я полагаю, это перец. Или соль. Давай, вскрывай. Давай, вскрывай, да. Может, мы вскроем и сами как-то догадаемся, за счет чего они острые. А черного перца выдаст мы сами? А черного перца нет, молоко вроде. Да я не думаю, что это будет настолько, что прям это огнедышащий дракон. Ну, пахнет чем-то таким чипсообразным, острым. Это выглядит вот так. Надеюсь, вам видно, когда я показываю. Сейчас я покажу один. На картошку фри это, конечно, вообще не похоже. Это очень мини для лилипутов, для маленьких людей. Вообще ничего остро. Не остро. А, возьми штуки три-четыре и наслаждайся. Ну нет, послевкусие острая остается. В моменте не остро, а потом чуть-чуть зажгет язык. У меня какой-то странный рыбный привкус. Ты не чувствуешь? Нет. Как у вчерашнего салата. А они плохо, мне понравятся. Но почему рыбный привкус, я не пойму. Это должно быть просто картошкой. Откуда рыба? Личная картошка. Как морской петух. Он где-то рядом с ручной картошкой плавает. Мы что-то забыли оценивать. Мы в прошлый раз оценивали, кстати говоря. Тогда давай начнем с этой, с радужной пластинки. Насколько ты ее оцениваешь? Тут мы больше по кислоте. Здесь ожидания должны были быть, что она будет кислая. По кислоте ты на сколько эту радужную пустил? Какая шкала? Ну давай пятибалльная. Три. Я два поставлю, я больше кислоты ожидала. А червячкам я поставлю четыре, они были неплохие. Ну, червячкам я тоже три поставлю, но это ближе к четверке. Три с половиной. Хорошо. Рахат лукум? Какой свой? Два. Тоже, да, соглашусь, два. Картошка эта? Три с половиной. Ну и да, соглашусь, тоже три с половиной не будет. Сахарная вата, которая жвачка. Я поставлю пять просто за то, что это, ну, типа, оригинально, интересно, прикольно. Ну да, четыре с половиной поставлю. Хорошо. Ой, вот эту синюю, она интересная, разорви ее пополам, пожалуйста. Есть какая-то вот такая вот мармеладка. Если мне не изменяет память, что-то со вкусом жвачки должно быть, якобы. Ты ее просто заворачиваешь, ее надо рвать. Вот так. А, нет, ну ладно, хорошо. А, ну и за счет обсыпки она должна быть, типа, кисленькая тоже. А, кисленькая. А ее есть можно? Угу. Ну, это мармеладка. Можешь глотать, ничего не склеится. Ну, неплохо. Кстати, вкус жвачки, да, есть. Думаю, три с половиной. Я четыре поставлю. Очень сладко. Ну да, дальше идет то, что мы пробовали в прошлый раз, но это моти вот эти вот какие-то, которые были в искусстве в прошлый раз. Но мне, короче, дали со вкусом арахиса и сказали, что берут больше всего, и она там оставалась чуть ли не последняя или не предпоследняя. И типа, это будет супер вкусно, шикарно. Ну, я не сомневаюсь, конечно. Все-таки это вкусная херма. На, открывай, я не отхожу. У меня рука жирная. Это факт. Не застали. Я зубами не могу дыхать. Ты зубами не можешь дышать? Что? Нет, я не это хотел сказать. Арахис, не подведи. Ну, это то же самое, что было в прошлый раз, если так трогать. Будет ли арахис? Наверное, вот это. От арахисового здесь только вот эта вот часть в сиренке. Арахис чувствуется? М-м-м-м. Вроде неплохо. За счет какого-то порошка вот этого в серединке. Лучше, чем в прошлый раз? Нет. Я здесь ничего не ожидала. Я думала, будет так же, как в прошлый раз. Хочется четверку поставить? Ну, сравнивая с прошлым разом, когда было вообще безвкусно, это хорошо. Да, четыре я поставлю. Зеленая или коричневая? Давай, а тут что с чем? Это арбуз? Ну, вот это кока-кола должна быть, а это, наверное, да, арбуз. Арбуз, наверное. Давай арбуз. Давай арбуз. Вот такая вот она, розовенькая внутри. Ты не целиком обрихнул. Ну, арбуз чувствуется. Вся кислота на руках. Вся кислота? Начинай, близне. Недостаточно кислоты. Можно было больше кислоты. Если взять сару, будет кисленько. Да? Ну, кто будет брать все в рот? Да? Три с половиной. Три с половиной? А поэтому же и сладко. Ну да. Да, тоже три с половиной. Сладко, вкусно, но очень сладко. То есть много такого не съешь. Хорошие эти, не знаю, не ароматизаторы, а вкусовые добавки. Реально передают арбуз, в принципе. У нас осталось всего две штучки. Вот эта палочка с Кока-Колой и вот это вот нечто. Сладкая зубная щетка с пастой, сахарные дрожжи и жидкая карамель. Что бы это ни значило. Давай вот этот парам. Можете напополам. Нужно елся. А никто тебя не просил есть сразу все. Логично. В общем-то Кока-Кола внутри зеленая. Кока-Кола пахнет прям сильно. Ой, да, кстати. Ничего. Чувствуешь Кока-Колу? Ну, да. Вот сейчас, да? Она что-то какая-то немножко противная. Притерная, да. Не то что притерная, а просто сам по себе вкус немножко такой противненький. Мне, наверное, в который раз с вкусом жвачки из этих палочек больше всего понравилось. Тебе какая больше всего из этих палочек понравилась? Никакая. Никакая вообще? Ну, все по три с половиной, они слишком сладкие. А что это? Сладкая зубная щетка с пастой. Их надо... Я не знаю. А как способ применения-то? Просто откатеть или что? Ладно, сейчас откроем. В общем, выглядит это вот так. Откроем и посмотрим, что это такое. Реально паста и зубная щетка. Это вот пластик. А вот это вот что-то... Знаешь, чем пятки скребут похоже на... А тут у нас зубная паста. Жуткая карамель. А как мы это будем есть-то? Ну, кто-то один, видимо. Ты. Почему нет? Мы можем попытаться разломить это на два. Я не уверена, что у меня получится. Давай, я попробую. Ребята, все в моем сердце. Это реально похоже на пемзу, да, называете это для пяток штука? Надеюсь, на вкус это будет не так же, как пемза. Не то, чтобы я пробовала пемзу на вкус, конечно. Она не ломается. Не ломается? А может, ножиком разрезать? Купец, она не ломается. Да. Ты пилишь ее? Да. Не пили ее. Ты думала, это щетка на один раз? На год. Может быть, все-таки это унес удобно. Может, тебе реально чистить зубы надо? Если даже этот ножик не распилил, то как мы это должны откусить? Короче, я пыталась распилить это ножиком, чтобы на две части, но у меня мало что получилось. Ладно, давай я попробую. Если это будет вкусно, то потом попробую что-нибудь. А это налить надо, да? Да. Нигде не написано, как это делать. Мы можем на палец, типа, ее зубы втирать. Пахнет какой-то химозой немножко. Ну да. Как будто клей. Запах лекарств каких-то нет? Не клей, напомнила. У меня лекарства какие-то. Жидкая карамель, там лимонная кислота, сурбет, калия. О, нормально. Глаза такая не закапка. Одна кислота. Она не разъест нам желудок. Теперь я не боюсь жвачки, я боюсь вот эту хрень. Ой, она прозрачная. Я выдавлю ее на палец и пробую. Кислоты вообще не почувствовала никакой. На вкус это реально как что-то лекарство. Таня. Я пытался в зубы втереть. А ну, петекло. Свинтус, что ты поделаешь? Хрю-хрю. Ну-ка, если я выдавлю на вот эту зубную штуку. Типа как будто это реально с целебными какими-то свойствами. Это реально паста зубная? Выдавливаю на эту штуку. Ты думаешь, что ее разгрызешь? Ты ее ножом вырезала. Все хорошо? Я чуть-чуть смогла от нее откусить. Я такое не буду. За зубы боишься? Ты вообще за все. О-о-о. О, нормально. Тебя себе она откусывает. Акула. Я подозреваю, что это надо сосать. Ну, вот эта розовая штука, это просто как конфетка, карамелька. Которая три соли отъезжала. Ну, вот это я вообще не поняла. Реально это что-то как будто бы лекарственное. Возможно, они перепутали. Фабрика лекарств в каком-нибудь фастом геле перепуталась с вот этой фабрикой. И они такие, йоу. Неловко вышла. Нет, спасибо. Слабо. Жестко, слишком. Надо помыть руки после этого всего. Она, ты что, на лекарство подсела? Я пытаюсь поднять их вместе. Ага, поэтому сожрала всю пасту. Ее там и было вообще чуть-чуть. Ну, в общем, этого крайне мало. Это такая себе фигня. Даже если там ребенка какому-то покупать, мне кажется, он расстроится. Ну, вот этой твердой штуке лет на 300 хватит. А пасты, ну, блин, на один прием. Ну, короче, что-то вообще неоднозначно. Я поставлю единицу. Я не поняла прикола вообще. Ну, за оригинальность, двоечку, двоечку. Ну, ну, хорошо, ты ставь за оригинальность. Я за то, что я не поняла, единицу ставлю. В общем, получилось вот такое вот видео. И надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то не забывайте поддерживать его большим пальчиком вверх. Также не забывайте подписываться... Большим сладким липким пальчиком вверх. У меня тоже не сладкие липкие. Также не забывайте подписываться на мой канал, кликать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Мы всем желаем, как всегда, всего самого наилучшего. Всем пока-пока. Чао.